И мы надеемся, что он завтра, организаторы все устроят как-то по-другому, потому что здоровье Шилы Гурдева в этом возрасте очень хрупкое, ему 90 лет. Поэтому психики охраняют его здоровье очень бдительно, чтобы он сохранялся с нами, по-прежнему с нами в этом мире, и писал книги на благо всего человеческого общества на будущем поколении. Поэтому мы все должны чем-то поступиться ради Гурдева, чтобы он смог это сделать. Но он хотел нам продолжать этот праздник, и он назвал тему Шримад Бхагаватом. Шилы Гурдева Киев. Я думаю, Шримад Шамрани Диди помнит, как в Нью-Йорке в первые дни первого Нью-Йоркского храма Шилы Каупады открыл это место с новыми учениками, и уже столько месяцев это продолжалось, и когда он отправился в Индию первый раз, он сказал им, «Вы можете оставить здесь мое изображение, тогда вы можете поклоняться моему изображению, оно не отлично от меня, и вы будете ощущать мое присутствие». Итак, мы все вместе должны поклоняться этому изображению, и все, когда он в сердце, и понять, что он во всей полноте присутствует с нами. И его Указание присутствует, и его Указание присутствует. И его Указание в том, что мы должны слушать и воспевать послание Шримад Бхагават. Итак, повиняясь Указанию Шилы Каупады, мы продолжим тему сегодняшнего вечера. Итак, я продолжаю с тех слов, которые произнес перед тем, как Шилы Каупады отправился в свой дом. Так, Шилы Каупады объяснил, что эти мудрецы, которых собралось свыше 88 тысяч, они сошлись в этом лесу на Мишаране. И они увидели, что в очень недалеком будущем был очень тяжелый времен для всего человеческого общества. Мудрецы поняли, что по мере приближения века Каупады, человеческое общество постепенно станет очень деградированным. И это можно будет предъявить различным признакам. То есть, люди будут жить очень коротко. Они были встали. С предыдущего века люди жили тысячи лет и много тысяч лет. Также, мудрецы сказали, что люди станут очень бедензивыми. Мудрецы будут неохотно практиковать. То есть, они не будут желать практиковать духовный путь. Суна, это затое. Они всегда будут сбиты с толку и будут отклоняться от истины. И мандат пахьян. Они будут очень неудачливыми. И мандат пахьян. И мандат пахьян. Она будет потревожена. Ум будет очень обеспокоен. Поэтому мудрецы увидели, что это время приближается. Среди них был один великий мудрец. Он был самым старшим. И ему предложили возвышенное на асану. Эту личность звали Сута Госвами. Сута Госвами сел на асану по просьбе всех мудрецов. И они начали слушать его ответ. То есть они спросили его. Они начали попрошать его. Каким образом сел на человеческом обществу найти удовлетворение не для тела, но для атмы. Атма означает душа, вечная душа. Этим они были беспокоены и об этом они спросили. Каким образом? Сел на человеческом обществу найти полное самопросьбе и полное удовлетворение. В то время Шри Сута Госвами ответил на этот вопрос и на некоторые другие вопросы. Basically he said, Сахай фом сам паро дхармо Здесь в этом одном стихе ответил на этот вопрос. Как душа достичь счастья? И так он сказал, И так он сказал, Что высшее действие паро дхармо Что высшее действие паро дхармо И высшее предназначение паро дхарма Для всех живых существ Это процесс пакти йоги В отношении к адхоп шача Адхоп шача Это имя адхопной божественной личности Шри Кришна Которая никогда не оставляет своего трансцендентного положения Он никогда не оставляет своего трансцендентного положения И никогда не прикасается с материальной атмосферой И никогда не ощущает насчастья его действия Так это отношение с Парой вечной Верховной Господь Программ Шри Кришна Здесь он говорит, что Бхакти в отношении к этому Верховному Господу If this bhakti is done with two qualifications, ахойтуки, which means without any other motivation other than to give happiness to Bhagavan, Krishna, and the other qualification is притихата. It cannot be stopped. It will not be interrupted, this process of bhakti. It will be constantly flowing. And when you pour some honey, and the little honey that goes in the streets, it will be interrupted. So, in this way, Sutta Goswami said, if someone performs this highest activity to do bhakti-yoga to Krishna in this pure way, then ye, Atma Samprasidati, the soul will be completely satisfied. So, that satisfaction of the soul is possible only when the soul is connected in divine love and service mood and service mood to the supreme soul. So, in this way, the Shima Bhagavata begins with this subject matter. And the entire Shima Bhagavata is teaching how everyone can attain this highest the name love for God by following the process of pure bhakti, Shutta Bhakti. So, now, Shila Gurudev mentioned that this bhakti-yoga and what exactly is this pure bhakti-yoga that there is another verse who invited to the Shima Bhagavata. And that verse is giving even more specific definition of bhakti. Now, we should all know that in the last 15 years that Shila Gurudev has been touring around the entire world and holding dozens and dozens of festivals everywhere of all the different continents in the world. Every single time he has given this verse, this definition of what is pure bhakti. So, I think many of you will know this verse and as I say it, you can say it along with me. Запомните этот стих и, когда я его скажу, вы вместе со мной повторите. Very good. Raise your hand if you know this verse. Хорошо. You can stand and tell. Можете встать и сказать этот стих? А на санскрите? Аня вилаши ташаням гена кармати навитам Ана-клэна-клэна-кришнану Шиланам-бhakты-руттамам Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бхакти-йога — это процесс, который мы культивируем. Мы совершаем этот процесс. Каким образом? При помощи наших чувств, тела, ума, слов, также наших эмоций. That is called силанам. That means youfolklativate something, constantly principles. Constantly practicing. So what are we practicing? You're practicing all activities that are unaccuull. Unaccuull means favourable. What are they favourable for? They're favourable for Krishna. Они благоприятны для Кришны. Они дадут благо Кришне. Это прямо противоположно тому, что мы делаем в материальном мире, не правда ли? Для чего здесь просвещены все наши виды деятельности? Для меня. Вся наша деятельность в материальном мире сконцентрирована в основном на нашем собственном счастье. Но душа на самом деле находится в вечной связи с Кришной. Поэтому, до тех пор, пока вся наша деятельность не будет не стекла к Кришне, мы не сможем достичь полного удовлетворения. Вы говорите, что Гурдеву срочно нужны электрические вентиляторы, если кто-то есть вентиляторы. Прямо. Прямо. Продолжение следует... 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 Потому что всю жизнь он был очень правдивым. Но сейчас Богован говорит ему, чтобы он солгал. Что он сделал? Он сказал, «Я не могу лгать». И опять и опять Джораначаря лезет. «О, Юдистир, это правда ли, что мой сын умер?» И опять и опять Кришна подзадовала его. «Да, скажи, что твой сын умер». Но Джорану Кульмара, Юдистир, не мог солгать. Пим Сэн наблюдал за этим. Пим Сэн убил слона, которого звали Ашватама. «О, Джорану, Юдистир, я убил Ашватама». Он сказал, «О, Джорану, Словак, посмотри, действительно, я убил Ашватама». Джораначаря лезет, это правда ли, что Ашватама умер? «Ашватама?» «Слон». «О, Джоран…» «Слон». «Вытом». «О, Джоран». «Слон». «Слон». «Если он сказал…» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Поэтому Шримати Радыка, она воплощение этого стиха, с этого стиха своей, по-моему, самому Павлу Тарану. Поэтому, каждый стих содержит имя Радыка. Некоторые люди думают, где же имя Радыка в каждом стихе Ашима Павлу Тарану? Гурдам говорит, что она в имя Радыки входит в каждый стих, в каждую строку. Но потому, как сама не может увидеть солнце. Те, у кого нет предности, они не могут заметить Радыка ранее в каждом стихе Ашима Павла Тарану. Поэтому, сочитанием Ахаб Прабу, он принял принцип очень важный. Так, в Ашима Павла Тарану объясняют только чистую предность. Но кто поймет Ашима Павла Тарану? Вот это сегодняшняя тема. Что произойдет, если вы слышите Ашима Павла Тарану? И кто квалифицирован, чтобы слушать Ашима Павла Тарану? Человека выросли, восемьдесят восемь тысяч. А Риши услышали Ашима Павла Тарану Зуши Кадава Гасвами. Вот только двое из них обрели прямо. Суда Госвами и Парикшит Махараш. Что произошло с другими, восьмидесяти семью тысячами, девятью, стами, девяносто восьми. То есть у них почти не было возможности понять посланничку, допустим, правильно. Подобно стерлятнику, который сидит на дереве манго. Такие прекрасные манго растут на дереве, он только ищет, где трупы, где трупы. Поэтому многие люди слушают Бхагаватам, но они не видят нектара Бхагаватам, который она источает. Они думают, где Карма, где Гьяна, где Мамса, где Мухти, где Карма, Карма Мокша. Они не видят нектара прямо, который льется с ним на Бхагаватам. Но Суда Госвами, он был достойным этого. Потому что Бхагаватам очень любил своего Бхагава. И еще одно его имя было Украшрава. Украшрава означает яростный герой. Его яростный герой. Он очень внимательно выслушал отстранения, слышал Супер Госвами. Ему было всего пять лет. Но он стал Ачарием Бхагаватам. И для многих людей мы тоже слышим. Поэтому многие люди тоже слушают. Но какова же квалификация подлинно слушать Иисус такого значителя? Только тот человек, который подлинно передался лодзинцапам, может дополненно слушать из его лодзина хвоста. Бхагаватам это парамахамса самхитам. Салавиданта салам history, Бхагаватами сититар васомитет фритнесе, анатасвабудхи кучи. Захария Бхагаватами сититар васомитет фритнеса, Кто понимает Шима Багатан? Только Вайшнам Промахансы. Только те, кто полностью соброждены от телесной концепции жизни. Для таких личностей, Шима Багатан очень дорог. Поэтому Шима Багатан очень дорога только для Вайшнам, не только для кармий, гьяни и других, только для Вайшнам. Это лишь процесс слушания, понимаете. Судка Багатана очень внимательно слушает Шима Багатана, поэтому естественным образом он стал Ачарию Шима Багатана. Так что он обрел особую милость Баларамы. Баларамы. Так как он Гурутат, он не мог принять участие в битве при Крупшатке.